Этим утром в течение двух часов я имел то, что, думается, было действительно самым чудесным переживанием в моей жизни. С точки зрения знания, видения, я ходил, умывалась, это не имело абсолютно никакого значения. Напротив, к этому добавлялось знание того, как тело может действовать, совершенно не нарушая состояние сознания. Так вот, когда ваше индивидуальное сознание полностью переселяется в новое вибрационное тело, в новую структуру, которая проявлена в недрах физического тела, то ваше физическое тело, само по себе физическое тело, оно становится совершенным исполнительным инструментом этого нового супраментального сознания. Супраментальное сознание руководит телом, и тело выполняет все его команды. В общем, чётко, безошибочно выполняет все действия, которые мы совершаем в ободенной жизни. Без ума, без механики какой-то. Мы же как биороботы действовали, знаем, да? Знаем, механически кушать умеем, механически смеёмся, механически какие-то ответные реакции на что-то выдаём. А тут вся эта механика ушла. Нет никакой механики. Некоторые даже говорили, что вот сам процесс исчезновения вот этих стереотипов механических биоробота приводит к тому, что, вот мать тоже об этом говорила, что ты забываешь, как ложку коту поднести. Если ты механически это делал, потом механика ушла, и в какой-то переходный момент, когда божественная воля ещё не переключилась на руководство физическим телом, вот какие-то неуверенные движения при поднесении ложки к коту. Ну, примерно. И тут действительно всё, как она говорит, совершаешь совершенно по-другому. Ты в реальном моменте времени, ты получаешь радость и удовольствие, благодать, допустим, очистки зубов, от умывания, процесса уборки чего-то там, подметания. Представляете, радость о том, что ты подметаешь. Радость о том, что ты пришиваешь пуговицу, если она вдруг оторвалась. Странная радость. Но вся жизнь наша состоит из этих кажущихся мелких вещей. Мы всё время ждём какой-то огромной фантастической радость, что она придёт завтра. А вот в обыденной жизни у нас всё рутина какая-то, рутина, да, скорее бы всё это прошло, и не хочется ничего делать. А тут оказывается, что каждый текущий момент времени можно проживать с радостью, делая Русен рутинные вещи. Абсолютно рутинные дела. Понятно? Это, ну, что-то фантастическое. То есть ты начинаешь жить с некоторых под действительно живой жизнью. Именно живой жизнью, благодатной жизнью. Коллективная трансформация, достаточная, чтобы создать новый вид на Земле, ещё представляется несколько далековатой. Безоценки, сколько ещё потребуется времени, но это отнюдь не ближайшее будущее. Ну вот под коллективной трансформацией мать, по всей видимости, понимает вовсе не квантовый скачок эволюции с изменением материальности планеты, с изменением материальности всех её обитателей. Вот мы говорим, да, о квантовом скачке эволюции. А некий поступательный процесс последовательного изменения сознания людей. Возможно, и формы там телесной какой-то, ну, коллективной, чтобы долго-долго-долго, и потом все постепенно преобразовывались на глазах друг у друга в какие-то новые необычные существа. То есть не вот такая фантастическая идея. И действительно это представляется несколько далековатым, поскольку она никаких изменений не в себе, имеется в виду материальных теле, не видит, тем более в людях, в сознании. И сознание людей остаётся таким же диким, да, и думает, что это будет очень-очень долго. Так вот, несомненно, что сама подготовка, подготовка квантового скачка эволюции происходит постепенно. Происходит постепенно, и при этом состоявшиеся на Земле духовные плоды после расставания с физическим телом пополняют собой полюс света, мы уже говорили, на тонком плане бытия, где и формируется, ну, грядущая Земля, что ли, то, что можно назвать новыми небесами, новой Землёй. И вот именно там пионеры эволюции, которые оставили физическое тело и выполнили здесь свою задачу, они там, ну, как первые переселенцы, то есть осваивают новый мир, новый план, который, ну, в результате вот этого огненного катаклизма, или квантового скачка эволюции, проявится на Земле. А сам огненный катаклизм, по словам Спасителя, если вы помните евангельские откровения, разразится, когда на Земле соберутся вместе живые мёдтвые. Вы читали там, да? Все живые мёдтвые поднимутся, то есть когда все души, участвующие в эволюционном процессе, за исключением тех, кто уже исполнил свой долг, соберутся на Земле, обретя каждое физическое тело. То есть население Земли будет большим, и каждая душа обретёт физическое тело. И вот тогда вот грянет этот самый катаклизм. Ну, все же должны присутствовать на этом суде-то, а то кто-то там где-то спрячется на тонком плане, душа не воплотилась, значит, ну, каждая душе по телу, и все души должны предстать вот на этом суде. Нормально, логика есть, вполне, а то кто-то там спрячется, как-то не так, не удастся, не удастся, поэтому вообще-то лучше сейчас эту задачу выполнить, да? Не ждать вот долго, коль имеете духовный талант, реализуйте его сейчас. А то потом, потом-то может быть, всё по-другому будет. Возможность такой не будет, ясно? А коль есть такая возможность, и есть что реализовать, надо это делать. И тогда, опять-таки, следуя откровениям спасителей, праведники и грешники перестанут перед судом, перед страшным судом, где произойдёт окончательное отделение зерен от плевелов с рождением новой земли, новых небес и нового человечества. Но страшным суд-то будет только для тех, кто пренебрёг своим эволюционным долгом в угоду его величества эго, кто не выполняет ту задачу, которая перед ним стоит, стоит в этой игре, в игре «Найди себя». Мать по поводу создания группы «Мировое единство». Это «Мировое единство». О, как всё это устарело! Есть сотни и сотни таких групп, в которых только болтают и ничего не делают, и которые совершенно ничего не меняют. Пришли они ко мне рассказать о своих бедах. Я им сказала, послушайте, вы в высшей степени нелепы, ведь вы хотите проповедовать единство мира, а первым делом сами начинаете спорить. Это доказывает, что вы не готовы. Но создание разного рода групп, движений, объединений под эгидой духовности, естественно, с целью спасения человечества, цель благородная, вроде бы, да, это, в общем-то, несусветная глупость, плохо понимаемая витально ориентированной аудитории. Вот те, кто витально ориентирован, кому не терпится делать добро и спасать человечество, они вообще этого не понимают. Как это так? Надо что-то создавать, надо что-то делать. Они ещё откровения какие-то там получают, записывают. Вот, ну, демагогические всякие слова о том, что есть некий абсолют, который призывает нас быть милоседными, добрыми, всё любить и всех любить, и как можно чаще. Вот. Ну, что толку-то от этих призывов? Что мне делать бедному, страдающему? Надо что-то делать, а не лозунги вывешивать. Понятно? То есть, это нелепость, это глупость, это то, что с самого, так сказать, начала духовных поисков в человечестве, в общем-то, забавляло враждебных сил. Враждебные силы этим забавляются, ищут вот таких, так сказать, проводников и спасителей человечества. Вот. Как могут люди, как могут люди, не спасшие самих себя, вообще-то, навязывать спасение другим? Как они могут этого делать? Вот. И от чего, и от кого они вообще намерены спасать человечество? Вообще, нужно ли человечеству ваше спасение, то, которое вы имеете в виду? Вы спросили у людей, что они понимают под спасением? Нас разобраться. А люди понимают под спасением, что? Хорошую, сытую жизнь, больше им ничего не надо. Лишь бы не было войны. Да? И всё. Вот то, что они понимают под спасением, большинство. То есть, вы это хотите им предложить? Вроде бы не это. Тогда что? То есть, тупик. О каком единстве мира вообще может быть речь, когда все люди, все люди говорят на разных языках. То есть, каждый говорит на языке своего эго. Два человека из этого единства могут разговаривать и спорить, как они представляют реализацию этого единства, не понимая друг друга совершенно. Просто не понимая. В одной семье люди зачастую не могут найти взаимопонимание. А тут ещё в мировом масштабе они вот хотят всё это организовать, чтобы все всё прекрасно понимали, были единомышленными, единомедцами. Ну, понятно, что это утопия. Так вот, путь истинного спасения – это путь сугубо индивидуальный. Это творческая реализация пути сознательной духовной эволюции. Индивидуальная работа, творческая на этом пути. Вот чем надо изначально заниматься. Вот то, что реально, вполне реально и даёт результаты. И тогда все спасшиеся, работая на этом пути, они оказываются на одной территории. На территории Божественной Души. И вот там есть единство. Единство в Духе. Но это не территория огороженная, там какой-то город, анклав, да? Это территория, которая не имеет пределов, расстояний. Это территория Божественной Души, да? На которой мы в конечном счёте должны оказаться. Поиздавители разных верований, религий, я не знаю, социальных слоёв, пола, возраста, совершенно разного, это единая территория. Не надо никакого объединения для того, чтобы там оказаться. Потому что в любом объединении, в любом объединении, всегда возникает поляризация, эгоистические сознания всегда разделяются, всегда склоки, всегда свары. Понятно? Не надо ничего объединять, потому что мы уже объединены в Божественной Игре, в земном человечестве. Вот оно, объединение. И вот в этом объединении должны родиться индивидуальные духовные плоды. Вот что задумано Господом-то. Это его задумка. Вот в этом, огромном объединении. В результате. А тут какое-то пресловутое мировое единство, говорит мать. Мир может быть един только в совершении глупостей. Вот единство в совершении глупости, это понятно. В мире это видно замечательно, да? Вот в этом единство, ну, стопроцентное. В мире постоянно реализуется Всевышнее видение. Но его реализация в смешанном материальном мире не воспринимается невежественным человеческим видим, как триумф добра. Того, что люди называют добром и истиной. Но это не вина Всевышнего, это вина людей. Иными словами, Всевышний знает, что он делает, но люди его не понимают. Так вот, Всевышняя воля постоянно реализуется, как в жизни отдельных людей, так и в масштабе всего человечества. В нашей жизни реализуется Всевышняя воля, через посредство кармического закона. Да, посредственно реализуется, поначалу. Ну и в масштабе всего человечества, безусловно, тоже она реализуется с одной единственной целью привести как можно большее число индивидов к духовной реализации. Другой цели нет. Всевышняя воля другой цели в этой игре божественной не имеет. Ни нас наказать, ни нас там помучать. Ее задача подвести к правильной духовной реализации, подвести к принесению духовного плода. Все. Очень простая задача. И для этого Господом используются самые разные, порой, весьма болезненные, педагогические средства. Вот хорошо известные каждому, кто выбрал для себя путь сознательно-эволюции. Наверное, проходили через кармическую педагогику, знаете, что это такое. Больно бывает, да? Но справедливо все это. Иначе мы не проснулись. Так бы спали, дремали, да? А так приходится искать все-таки пилюли какие-то. Приходится искать что-то, что позволит излечиться от этой всегдашней нашей болезни, от хронической эволюционной недостаточности. И пребывая в невидении, в первую очередь в невидении о смысле собственного существования, об истинном предназначении земного человечества, о правилах божественной игры, найди себя, мы имеем свои человеческие, эгоистические представления о добре, о мире, о справедливости. И, соответственно, требуем к себе особого справедливого отношения, к себе уж точно совершенно, да? Там с остальными это ладно, но к себе, чтобы отношение было справедливое. Так вот, только упорное наше нежелание меняться, меняться в направлении духовной реализации, порождает в нашей жизни множество всяких разных злоключений. Вот то, что с нами происходит. И те, кто, да, и те, кто думает, что какие-то обстоятельства, что-то, так сказать, случайное, виновата в наших бедах, должны помнить, что мы сами двадцать всех своих неприятностей. Мы сами. Вот. И не надо предъявлять кому-то, разумеется, включая Господа, каких-то необоснованных претензий, потому что несправедливо к нам относится. Понятно. Всегда сводится к этому. Человеческое сознание ложно. Ложно, поскольку человеческое видение вещей ложное и неполное, поэтому суждение вынужденно приводит к ложным результатам. Мир находится в вечном изменении, в вечном. Не на секунду он не остается одним и тем же. И общая гармония выражается всё более и более совершенно. Так что ничто не может оставаться таким, как оно есть. И несмотря на все противоположные видимости, целое всегда находится в постоянном движении, в постоянном развитии. Так вот, ложное иллюзионное видение окружающего мира сквозь витально-ментальную призму, а мы видим нет только через свой ум и через свои эмоции. мы всегда пропускаем то, что мы видим и естественно воспринимаем это через эту ложную призму нашего ментально-витального видения. Так вот, это видение порождает массу всяческих бед, всяческих несуразиц, как в жизни отдельных людей и соответственно в жизни всего человечества. То есть, то человечество, которое видит и слепо в индивидуальном порядке, оно в целом оказывается слепым и в коллективном масштабе. И в связи с этим божественная воля вынуждена постоянно вносить в нашу земную жизнь существенные коррективы. Существенные коррективы, чтобы в человечестве не нарушилась динамическая равновесие, которая является основой эволюционного процесса, чтобы вот всё было на уровне равновесия. Если появляется там много всякого так называемого зла, то должен быть противовес в форме чего-то, что могло это уравновесие, чтобы не было смещения в какую-то одну сторону, чтобы система не стала однополюсной. Вот сегодня пытаются американцы сделать однополюсным мир, чтобы поднять под себя. Не получится, никогда не получить. Хоть лепёшку расшабились, этого не будет. Всегда будет создаваться противоположный пульс, он будет крепчать. Крепнуть и, соответственно, давать результаты. определён. Понятно. Вот сейчас идёт дестабилизация, которая должна закончиться какой-то временной стабилизации. Потом опять что-то начнёт смещаться в ту или иную стону, но тем не менее сейчас мир пытается быть подмят под какую-то единую канву, под какой-то шаблон. Но Господь этого не допустит. Не допустит, потому что мы с вами что-то делаем. Если мы с вами ничего не делали, то вообще бы к концу всё уже пришло. Понятно или нет? То есть вы сейчас спасаете человечество. Работая на этом пути. Понятно наверное? А иначе если бы тут не было никаких телодвижений в направлении духовной реализации, то пусть будет всё. Пусть он будет однополянным, все пожрут себя там съедят, взорвут, я не знаю. И всё будет в порядке. Да? Ну вот пока жизнь показывает, что-то начинает меняться. Что-то начинает меняться, причём в позитивном плане. И общая гармония мира, общая гармония, она обеспечивает только всевышней волей. Не нашими волями, не волей правителей, там, а ещё кого-то, там, иерарх церковных, духовных, а именно всевышней волей. все эти так называемые проблемы, идущие от ума, все проблемы, невидние, это все проблемы земляных червяков. Как только вы поднимаетесь выше, проблем такого рода больше нет. Больше нет и противоречий. Противоречия всегда возникают из-за недостаточности видения и неспособности видеть что-то одновременно со всех точек зрения. Ну, масса проблем мельчайших, мелких и крупных изо дня в день, из года в год, которые затапливают невежественное сознание, бесследно исчезает, когда вы в вашем новом супраментальном качестве, в новом супраментальном видении действительно поднимается высоко-высоко над этими проблемами земляных червяков, как говорит мать, и они становятся проблемой едва различимой, они просто перестают существовать. Так вот, новое целостное видение не исключает все старые противоречия, которые были в ментальном сознании, они просто исключаются. То есть, нет никаких противоречий, они исчезают. И по причине вот тех противоречий, которые у вас были, когда вы существовали в витальном ментальном поле, у вас возникали проблемы. Вот они, это искажённое видение порождало эти проблемы, теперь их нет, этих проблем. Их нет, они просто уходят, они просто уходят, перестают существовать, и в результате вся ваша жизнь, протекающая теперь в режиме, ну, сверхсознательной психической деятельности, вот тот самый режим, совершенно синхронной с божественной реальностью, когда вы живёте и действует в божественной реальности, он протекает без участия ума, создаёт проблему только ум. Понятно, да? И поэтому вот этот новый способ функционерной психики, новый режим функционерной психики, который без участия ума происходит, он не создаёт проблему, он вообще упреждает создание проблем. Ум создавал проблемы, потом пытался их разрешить, а здесь упреждает создание проблем, их нет, их быть не может. Понятно, да? Новое сознание, принципиально новое сознание работает вот в таком режиме. Если вы достаточно искренне и полны в своём способе бытия, вы можете иметь внутреннюю радость и полное удовлетворение, каким бы ни были обстоятельства, это никто и ничто не может затронуть. Опросить того, чтобы ваши дела шли хорошо, ваша жена была бы предана вам, а ваши дети не болели, и всё такое, это, конечно, глупый вздор. Убога просить. Так вот, просить у Господа об успешности в делах, о семейном счастье, о полноценном здоровье, вообще язык не поворачивается. Потому что на всё его воля, вот, и все эти жизненные мелочи, если они не надуманы, они разрешаются в вашем новом качестве, в вашем новом состоянии естественным путём, естественным образом, по мере вашего продвижения по пути. Они как-то рассасываются и чудесным образом разрешаются. А потом просто не создаются в дальнейшем. Это проверено. И по мере обретения вам благодати вот такого тихого, устойчивого, радостного чувства или состояния, этого чувства, которое вас уже не покидает, всё именно вот в этом поле, благодатном поле складывается. Во всяком случае чудесным образом вы можете это оценить, но вы всегда готовы принять худшее. Всегда. Вот эта готовность на всё твоя воля принять худшее, но готовность той самой правильной позиции по отношению к нему, потому что пишет он вот что-то, а вы готовы, да? Готовы или нет? Всё. И тогда действительно чудесным образом ничего не происходит худшего. Но вы искренне готовы это принять. Не просите, не оттягивайте, не ноете. Спаси, сохрани, обереги, там. Не надо, это несерьёзно. Никогда ничего у него не просите, а только благодарите за всё, что он вам преподносит. Лишнего он не даст, но всё необходимое непременно будет. Обязательно будет. Все крещённые и ходившие некоторое время на исповедь составляют часть целого внутренней психологической сущности. очень трудно выйти из этого. Они привязаны к целому. Есть невидимая церковь, и все эти люди удерживаются ею, невидимой церковью. Я видела, все такие религии имеют нечто вроде религиозного братства в невидимом из всех земной точки зрения сильнее всего христианства. Ну, люди, которые привязаны ритуальными магическими связями к могучему Грегору, а христианский Грегор очень могучий Грегор. Он сформирован на тонком плане бытия и питает его в форме энергетической дани в своей скудной энергетике те, кто исполняет все эти ритуальные магические процедуры, соответственно, уверовавшие в их действенности их состоятельность. И они находятся под неусыпным контролем Грегора. Человек подумает, ой, я вчера должен был идти на исповедь, а я вот не пошел. Что ж теперь будет? Понятно? Вот идет обратная связь обязательно, то есть тебя вынуждают эти связи Грегориальные каким-то образом беспокоиться. то есть ты обретаешь стереотип религиозного поведения и соответственно с отправлением таинств и прочего. Каждое таинство закручивает в тебе нечто такое, что идет не от светлых сил, а идет от противника Господа. Вот та самая капля яда, которая копнута была. Понятно? Нет духовной свободы, ты зависим от обстоятельств. Просто от обстоятельств. Вместо того, чтобы быть крещённым духом, ты веришь в ритуальные процедуры, которые что-то там якобы вызывают, приобщают тебя к чему-то. Они приобщают тебя к эгрегору, которому ты просто обязан платить дань энергетической, взносы. Не получать стопроцентно от Господа и потом дарить вот куда оно идет, туда идет, а платить свою скудную дань туда, а дальше то что? Ты не получаешь ничего. Ты получаешь веру в загробную жизнь, веру, что вот что-то там произойдет, что ты сейчас страдаешь, что ты сейчас великий грешник. Понятно? А где свобода? где освобождение, свет? Бог прежде всего свет. Иисус же говорил, вы свет мира, вы соль земли. Помните, он говорил своим ученикам, значит, они должны быть светом все-таки, мы должны быть светом, если мы вдруг оказались в этой системе, но оказывается все на самом деле не так. И редким христианским праведникам удавалось вырваться из-под жесткой опеки эгрегора, состояться в главном через посредство стяжания духа. не так много духовных плодов было, тех, которые состоялись на самом деле, они в общем-то наперечет. И вопреки тому, что было, они все-таки индивидуальным творческим путем, путем проб и ошибок выходили на тот верный путь, чтобы принести действительно могучий духовный плод и стать светильником духа. Жизнь показывает, что это не так много был таких людей. И в качестве примера, да, и все эти люди, что интересно, они были изгоями, изгоями в церковной среде. Вот в качестве примера можно привести жизнь Серафима Саровского, преподобного Серафима Саровского, который при жизни так и не был признан монашеской среде в качестве духовного маяка, на который следовало бы равняться насильникам. Никто из церковных иерархов, которые посещали монастырь, не говорили, что вот он светочный, которому надо равняться, которому надо брать пример, который может дать совет. Нет, они его воспринимали как-то, ну, воспринимали как, ну, не совсем, да, в теме человека, не могли оценить, потому что не было у них приемника души, сами они не понимали кто он и только спустя много-много лет по инициативе Николая Второго Императора, ну, ему подсказал, конечно, кое-кто, вот, его канонизировали как святого, он не был признан в церковной среде, но он был признан множеством верующих, множеством людей, которые к нему шли, приходили за советом, понятное? Если человек выбрал для себя что-то одно, то не надо совмещать вот две вещи, выбирайте, вот это очень важно, а совмещение вот этих вещей, оно ни к чему хорошему не приведет. Шараханье от одного к другому с какого-то момента, с момента вашего выбора просто недопустимо, не надо этим заниматься, а результат с этим все просто, коль нет смирения и стяжания благодати, значит нет результата. Результат в смирении и стяжании благодати. Если нет этого, то результата нет.